Предприниматели и предприятия могут получить дополнительную помощь от государства, если трудоустроят безработных, потерявших работу во время пандемии. Изменения в государственной программе работодателям разъясняют в Центре занятости. Консультации по этому вопросу проходят еженедельно. В программе могут участвовать индивидуальные предприниматели и юридические лица. Для этого им обязательно нужно зарегистрироваться на портале Работа в России и подать заявление в Центр занятости о намерении участвовать в проекте. Регистрация проходить совершенно несложно. Все это происходит в формате электронного документа оборота. Никуда не нужно выезжать. Буквально у меня это заняло не больше пяти минут. Программа заработала в апреле этого года. На сегодня более 300 работодателей заявили об участии. Всего на этих предприятиях около 1400 вакансий. Трудоустроить они могут тех граждан, которых мы направили к ним по направлению. Соответственно, эти граждане должны были зарегистрированы в качестве безработного на 1 января текущего года. И на момент направления на работу они также должны быть безработными. Михаил Плаксин занимается установкой кондиционеров, а летом всегда растет спрос. Поэтому он решил увеличить штат. По его словам, эта программа позволит поддержать не только работодателей, но и работников. Для других работодателей я считаю, что это хороший повод перевести своих сотрудников официально, устроить, чтобы у них шел стаж, социальные выплаты, позаботиться о их пенсиях. Участникам программы возмещают часть расходов по оплате заработной платы новому работнику. Кстати, никаких документов для этого никуда относить не надо. Все процедуры проходят в электронном формате. Размер субсидии составляет 12 792 рубля. Минимальный размер оплаты труда плюс отчисление в небюджетные фонды. Это порядка 30% после первого месяца трудоустройства, третьего месяца трудоустройства и шестого месяца трудоустройства. Таким образом, работодатель может получить около 50 тысяч рублей за одного трудоустроенного. Программа действует до конца этого года. Поэтому работодателям для того, чтобы получить полную выплату, необходимо уже в июне подать заявление в Центр занятости о свободных вакансиях. Надежда Яковлева, Павел Иритков, Республика.